Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 4 мая, представляю вашему вниманию торговый план на неделю по канадскому доллару и нефти марки Brent, ситуация по которым продолжает оставаться несколько спорной. Канадский доллар укрепляется вслед за ростом нефти, однако сейчас появились намеки на то, что вскоре все может очень сильно измениться. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот предполагаемый разворот вверх в канадском долларе все же не состоялся, так что прогноз не исполнился, а пара после консолидации продолжила дальнейшие снижения, одним движением пробив не только поддержку на 1.2376, но и разворотной уровень на 1.2331 с последующим закреплением ниже, где и торгуются в настоящий момент. Сейчас на графике снова формируется структура, похожая на базу, откуда может пойти рост, однако с учетом контекста вероятность продолжения снижения все же остается, а рост в свою очередь может оказаться лишь коррекционным перед основным импульсом вниз. Ну и вот на актуальном графике данный сценарий должен быть еще подтвержден, ведь текущая база может оказаться все-таки разворотной, однако технически нарушенные сигнальные уровни также свидетельствуют о вероятности продолжения снижения, поэтому в случае начала роста его основной предел ожидается на уровне 1.2393, где расположено сопротивление. В случае ретеста и отскока из этой зоны пара может начать снижение к новым локальным минимумам с целевой областью между 1.2127 и 1.2065, а вот отмена текущего сценария состоится в случае роста и закрепления цены выше разворотного уровня на 1.2453. Ну а нефть марки Brent отказалась от снижения вопреки ожиданиям на формирование еще одной волны нисходящей коррекции. Вместо отскока получили пробой сопротивления на 67.29, а затем и рост к разворотному уровню на 68.42. Тем самым были исполнены ожидания предыдущего обзора, которые в результате были изменены и не были исполнены уже в этот раз. Текущее нарушение сигнальных уровней снова подает сигнал на смену приоритета на восходящее движение, которое вероятно нацелится на обновление последнего локального максимума. Графически пока имеем широкий флет с небольшим восходящим уклоном без четко выраженного тренда. Ну а на актуальном графике на данный момент подтверждением намерений на продолжение восходящего движения станет уверенное закрепление над текущим уровнем поддержки на 68.42 с его возможным ретестом при этом. В случае последующего отскока от этого уровня у цены появится возможность сформировать заходную формацию, что станет сигналом на начало роста в рамках очередной импульсной волны, которая нацелится в область между 70.65 и 71.60. А вот отмена текущего сценария состоится в случае прохода в область ниже разворотного уровня на 67.29. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.